В 2019 году аграрий Максим Дьянов и Вячеслав Узун решили заняться тепличным делом и выращивать низкорослые растения. Обсудив, остановились на той культуре, которая будет пользоваться спросом в регионе и второй год занимают достойное место на рынке автономии. В этом году по сравнению с прошлым урожай лучше, говорит Вячеслав Узун. Выращивание клубники в закрытом грунте оказалось рентабельным. Таким образом, потери урожая из-за неблагоприятных климатических условий сведены к минимуму, а показатели урожайности в тепличных условиях значительно выше, чем в условиях открытого грунта. Первый урожай клубники уже реализуется на рынках Гагаузии по всей республике Молдова с конца апреля. Весь собранный урожай упаковывается в пластиковые контейнеры для удобства покупателей. На теплицу и на открытый грунт, просто в открытом грунте больше рисков. Град, дождь, позже выходишь на рынок с открытым грунтом, соответственно, цена падает даже, бывает, ниже себестоимости. Но это нужно убирать, либо выбрасывать, либо продавать. Поэтому теплица лучше, конечно, но более затратно. Ничем не опрыском, никакими пестицидами. Представлены на местном рынке, люди знают, где это производится, могут спокойно купить. И мы не можем себе позволить делать такой продукт, где люди потравятся, потому что придут к нам. Для открытия собственного дела аграрии потратили собственные накопления и взяли кредит. Как отметил начальник управления агропромышленного комплекса Андрей Димитрогло, сегодня государство активно субсидирует в развитии тепличного дела в стране. Поэтому из года в год в регионе все больше людей занимаются установлением теплиц. Яркий пример этому аграрии, который выращивает клубнику. Мы находимся на одном из самых крупных теплиц Гагаузии, которая была построена в 2019 году, начала работать в 2020 году. Ребята имеют уже некоторый опыт выращивать здесь клубнику. Но пока они довольны. Клубника очень хорошие вкусовые качества имеет по сравнению с той клубникой, которая нам завозится. Второй год к ряду башкан Гагаузии Ирина Влаг посещает предприятие, отмечает перспективы для расширения производства. Она также подчеркнула, что это хорошая возможность и для открытия рабочих мест. Два года назад предприятие получило из бюджета автономию субсидий на сумму в почти 500 тысяч леев на строительство тепличного комплекса. Каждые 5-6 лет это как минимум у нас в Гагаузии засуха. Это очень серьезно бьет по бизнесу. Поэтому если сидеть и ждать, когда придет засуха, и думать, а что будет после засухи, и ничего не делать для того, чтобы с ней бороться, либо для того, чтобы создавать условия, то этот бизнес двигаться никогда не будет. И то, что ребята здесь построили накопительные бассейны, то, что они используют капельное орошение, это очень хорошие, правильные элементы. То есть, они подошли с научной точки зрения, правильный подход, и поэтому я считаю, что их опыт надо перенимать. Аграрии на предприятии используют новейшие технологии по сбору дождевой воды, так как в засушливом климате нехватка влаги для орошения остро ощущается. У нас капельное орошение, проветривание. В прошлом году у нас не было проветривания сверху, теперь сделали, условия получше стали. В прошлом году было очень жарко растениям, в этом уже полегче. Рабочие, которые с утра до вечера трудятся в теплице, отмечают, что труд этот нелегкий, но и оплачивается достойно, и урожай хороший. Отличается от импортной клубники. Год работаем уже. Хорошо здесь. Нравится. И в прошлом году тоже был хороший урожай. Слава Богу. Тяжелая спина была. А так нормально. Это с утра не очень. После обеда как погода, изменение погоды идет. Для сохранности урожая и его последующей реализации приобретена холодильная камера емкостью в 500 килограмм. Зинаида Канцер, Сергей Георгиев, Алексей Герчуг, ГРТ Новости.